20-летний боксер, воспитанник МИАСКОЙ школы бокса Константин Пономарев, готовится не просто к соревнованиям, а к бою за звание чемпиона мира среди юниоров по версии WBC. Даже на тренировки спортсмен по прозвищу «Талант» выкладывается по полной. Отработка удара, бой с тенью, консультация с тренером и отсмотр боев своего противника, 20-летнего грузинского спортсмена Бека Сутидзе. Костя понимает, что бой будет жарким и готовиться необходимо на все 100, ведь на кону титул чемпиона мира. Сейчас готовлюсь так же серьезно к этому бою. Для меня сейчас уже очень важно не потерять его, сохранить его. В случае успеха я попаду в рейтинг WBC в 50 лучших спортсменов, 50 лучших боксеров этой версии. 14 лет назад, когда Костя только начал ставить удар и познавать азы бокса, никто не мог предположить, что у мальчика самый настоящий «Талант» и что свою жизнь он свяжет не просто с боксом, а с профессиональным спортом. То есть он рано начал с любительского бокса, перешел в профессионал еще. Ему было 18 лет, он самый молодой боксер. У нас редко это бывает. Обычно боксеры в любителях много боксируют и потом переходят к профессионалу. У нас переход у Кости произошел очень быстрый. Высокую оценку Костиным боям дают люди, чья жизнь неразрывно связана с боксом. Костя один из ярчайших молодых спортсменов в России в области профессионального бокса. И у него очень большое будущее. У него даже боксерская кличка «Талант». Он реально ей соответствует. Вот если вы посмотрите его бои, посмотрите, как он красиво и рискованно выступает, может быть, пока это ошибается, но дарит свой бой зрителям, дарит зрелище настоящее и интересный бой. А бой, который состоится в арене «Трактор» 26 ноября, действительно обещает быть красивым и захватывающим. Этот ринг уже приносил Косте победу. 23 февраля этого года Константин Пономарев одержал победу над казахским боксером по прозвищу «Молот», став чемпионом. И, как говорит сам победитель, моральная поддержка близких и друзей – это основной залог победы. Поэтому и в этих боях «Талант» надеется на поддержку родного «МИАСа». Приглашаю «МИАСских» болельщиков, моих друзей, потому что у меня там очень много друзей, моих родителей, родственников. Всех приглашаю поболеть за меня, приехать. Моральная поддержка очень значима, но без материальной составляющей профессиональный бокс существовать не сможет. И немаловажно настроить диалог с властью. Когда пришла новая администрация «МИАС», кстати, хочу поблагодарить «МИАСскую» администрацию, в связи с Евгением Степковика, так как они меня заметили, поддерживают меня очень сильно. И я думаю, у нас с ним будет складываться хорошее отношение. В плане поддержки спорту, мы всегда за дело в том, что спорт воспитывает в человеке такие качества, как управление собой, порядок в голове. Пожелаем Константину Пономареву победы в предстоящих соревнованиях. Мы будем болеть за наш «МИАСский» талант.